Здравствуйте! Сегодня в студии Город Плюс Маргарита Штиглиц, член-корреспондент Российской Академии Архитектуры и Строительных Навров. Маргарита, добрый день! Добрый день! Вы известный специалист по сохранению индустриального наследия. А что такое вообще индустриальное наследие? Как его можно характеризовать? Что попадает под эту категорию, что не попадает? И там может быть ли, к примеру, наше здание, нашей студии быть объектом индустриального наследия? Или это все-таки? Все-таки это связано с развитием промышленности. Индустриальное наследие — это и материальное наследие прежде всего, но и нематериальное. Это и памятники архитектуры промышленной, которых у нас очень много в Петербурге. В основном это конец 19-го, начало 20-го и 20-е, 30-е годы. Но также это и раритетное оборудование, станки. Это, к сожалению, которого у нас уже очень мало осталось, хотя лет 20 назад их было гораздо больше, и можно было бы гордиться этим сейчас. Увы, я не знаю, утраты, конечно, огромные. И это и архивы, это и заводские небольшие музеи, кстати, где работают такие энтузиасты и сохраняют историю своего предприятия. Они очень много делают для этого. Поэтому это вот такой обширный пласт, связанный с развитием индустрии, с индустриальной революцией, который Петербург, как столица, был ведущим в развитии индустрии, в привлечении, как сейчас говорят, инвесторов, то есть зарубежных, и организаторов производства, и владельцев, и инженеров, и архитекторов, и наших тут было немало, очень много. В основном выпускники института гражданских инженеров. То есть вот такое наследие, огромное, богатое, целый пласт, который надо сохранить. — Тренд последних, наверное, трех десятилетий — это redevelopment, это вынес серого пояса из центра города. А как обстоят дела с сохранением? Вот да, мы видим примеры того же Варшавского вокзала, где что-то удалось сохранить, что-то не удалось сохранить. Есть примеры современные, более актуальные по превращению бывших промышленных объектов в креативные пространства. Есть что-то такое, что удается сохранить, и что вам отдельно нравится? — Ну, во-первых, я хочу сказать, что уже сейчас немало таких примеров, которые удалось сохранить, и которые нам, ну, можно ими гордиться. Но один из первых таких примеров недалеко от нас здесь, мы сидим, расположен наш полерный. Это музей воды. Это водонапорная башня главной водопроводной станции, которая... башня долго стояла пустая, и был риск сноса, и тоже тут сооружение целого квартала жило, но удалось это сохранить в середине 90-х. И здесь вот силами водоканала был такой великолепный музей воды, который очень интересный, интерактивный и познавательный, и все любят туда ходить. Это первый пример. А потом Новая Голландия. Очень долго под вопрос... К сожалению, там утрачено много того, что мы могли бы и должны были сохранить, но, тем не менее, она сейчас приспособлена, и это открытое пространство, которое пользуется большим успехом у молодежи прежде всего. Новая Голландия. Планетарий номер один. Ну, это история с Газгольдера. Газгольдеры, которые... Да. И я хочу сказать, что вот это я перечисляю. Планетарий номер один. Новая Голландия. Порт Севкабель. Проект Ткачи. Это пространство Ткачи. И Петровский арсенал. Вот эти все... То, что я сейчас перечислила, это такие примеры, которые были оценены уже и за рубежом. Вот в этом году на Конгрессе Организации Всемирного Наследия в Кракове, которая происходила, там было отмечено. Петербург был награжден премией вот этого основателя, этой Организации Всемирного Наследия. отмечен как один из таких городов, где креативное пространство оптимально так используется и развивается. Вот как раз все эти перечисленные площадки. Это вот был Петербург. А какой в целом мировой тренд по сохранению индустриальной культуры? Это приспособление помещений под новое или сохранение его там, музеификация только? Ну, вы знаете, и то, и другое. Это надо думать, потому что в каждом конкретном случае это свой какой-то вариант. Иногда это просто продолжение той же промышленной деятельности, но это может быть промышленность, она же обновляется и какие-то другие технологии, но они включаются вот в то же самое пространство, если возможно это. Иногда это музеификация. Музеификация частичная или какая-то полностью со всем оборудованием, что бывает очень редко. Иногда это целые музеи-заповедники индустриальной культуры, как, например, в Великобритании, Айронбридж Гордж, где вот все эти фабрики сохранились и где сама технология сохранилась, иногда это вот креативные такие общественные пространства. То есть это очень большой диапазон. То есть вопрос индивидуального подхода получается. Да, очень большой диапазон и зависит от многих факторов. Главное не утереть самое ценное во всех этих случаях. Вот хочу только сказать, что, к сожалению, вот наш Петербург, который обладает богатым наследием индустриальным, не имеет до сих пор музея индустриального. Вы предвосхитили мой вопрос, потому что я знаю, что вы активист создания этого музея, почти главный идеолог. Я знаю, что в Москве он есть, музей индустриальной культуры. И он, конечно, в моем понимании чуть-чуть странный, но, слава богу, что он есть. А как он должен, в вашем понимании, в идеальном форме выглядеть у нас? Да, в моем понимании, в идеальной форме, это должно быть именно вот это пространство достаточно обширное, где не только сами здания, естественно, с оборудованием желательно, но и вся вот эта среда. Так это должен быть срез эпохи какой-то конкретной или нет? Нет, ни одной эпохи. Такой нету, такого одного среза. У нас каждое предприятие, даже самые старые. И я хочу, вот сейчас подхожу к своей этой идее, идея – это Ижорский завод. Это потрясающее место. Вот я хотелось бы, чтобы больше было как-то о нем передач, может быть, экскурсии туда. Это старая часть Ижорского завода. Это в районе завода управления, который они там передали? Да. И это внутри. Внутри там бассейн, который… Потом канал, отводной канал. То есть вся водная система, плотины, и вокруг нее, вокруг этой водной системы сформированы здания, и сама ограда, подпорные стенки, там все эти мастерские, рельефы. То есть это настолько интересно, уникально и познавательно, что вот именно в таком открытом пространстве… Ну, единственное, тут минус считается, что далеко от города есть. Транспортная инфраструктура растет. Растет, да. Во-первых, с другой стороны, там же можно спокойно развивать и делать что угодно. Тогда, наверное, следующий вопрос. То, что вы сейчас рассказали, Парижорский завод, почему-то меня перекликнулось с темой создания музеификации Кронштадта. С доками, да. Это тоже индустриальная культура? Или она больше… Ну, можно сказать, что да. Ну, индустриальные, ну, утилитарные, военные сооружения, они очень близки. Часто бывают и казарменные сооружения близки. И вот таким рабочим казармам. То есть, естественно, такой рационализм, который присутствовал в архитектуре XIX века, XX, он присущ и транспортным сооружениям, и вот такого военно-морского характера, и индустриальным вот фабрикам. А есть ли в Петербурге какие-то проекты сейчас, ближайшего будущего, которые подразумевают под собой, ну, сохранение каких-то конкретных индустриальных объектов, превращение их либо в культурные центры, либо в креативные, либо использование, там, в новом формате, как один из газгольдеров, например, сделали большой парковкой? Тоже странное, конечно, утверждение, но все-таки. Ну, это не то, что парковка. Там же какие-то байкеры, мотоциклы. Это тоже интересный такой, возможно, вариант использования. А какие новые? Вот сейчас у нас очень много поступает экспертиз на освоение, включение вот этих некоторых отдельных вариантов вот таких промышленных предприятий. Но сказать, что вот прямо вот сейчас вот выйдет что-то такое новое, вот похоже, что такое проектирование, подготовка ведется, на завод «Красный гвоздильщик». Там же с этой башней восхитительно. С башней Чернихова очень долго стояло, очень в таком печальном виде, сердце болело. Вот. Ну, вроде бы, теперь вот и ведется какие-то подходы, проектирование. Это давно все это. Ну, есть надежда. Есть надежда. Ну, а вот только-только что отреставрировано очень хорошо. Хочу тоже призвать к посещению этого памятника. ТЭЦ «Красная фабрика и красное знамя» Эриха Мендельсона. Это известнейший международный проект. Это вот электростанция, которая хорошо отреставрирована. Внутри расчищено все пространство так, как нужно. Там верхний свет, раскрытые фонари. Но теперь вот нужно приспосабливать. То есть пространство подготовили, а что еще не доказали? Да. И владельцы говорят, пожалуйста, если город возьмет это на себя, то мы отдадим. Ну, там какие условия, я не знаю. Мы отдаем это пространство для концертного зала какого-то, для выставочного зала. Прекрасно можно было бы использовать. Но, не знаю, это все решается еще. Если город не возьмет, они говорят, мы сами готовы тоже приспособить так, как это можно было бы сделать. Складывается ощущение, что, наверное, одна из, может быть, в моем, я могу быть неправ, в моем понимании, одна из самых недооцененных в вопросах сохранения исторической культуры – это эпоха 20-30-х годов. Очень много у нас за последние десятилетия утрачено. Почему так происходит? Есть ли понимание? – Ну, в моем представлении это как раз объясняется тем, что город классический, с классическими традициями. И прежде всего, конечно… – То есть классицизм, барокко и все это. – Классицизм, Росси, Растрелли и прочие великие зодчие. И все это, естественно, основное в нашем городе. А авангард, модерном сейчас очень увлекаются люди. А авангард, он остается в тени вот этих высоких стилей, вот этой всей пышной архитектуры, эклектики. Он такой серьезный, лапидарный. Игра только форм, нет каких-то там деталей и украшений. – Но опять же, что смотреть деталями и украшениями, да? Мы с вами только что про завод «Красный гвоздильчик» говорили. – Да, но это форма, это форма образования. Это именно то, чем цена, эта архитектура 20-30-х годов. И именно вот наши архитекторы, такие как Чернихов, автор «Красного гвоздильщика», но и Абрамович Троцкий, автор «Мясокомбината», получивший гран-при в Париже в 1937 году на выставке всемирной. Это и другие авторы. Ну вот, к сожалению, это все пока не так оценено, недооценено. Вот мы когда разговаривали с владельцами ТЭЦ «Красное знамя», сначала они сказали, да что там такое? Я помню, я так разволновалась, мы с ним поспорили. А сейчас, когда они все сделали, они очень горды. Они возят экскурсии, показывают и понимают, что да, действительно красивое здание. Понятно, что вопрос убеждения и, так сказать, популяризации. Вот это очень важно. Убеждение, популяризация. И, конечно, очень важно какие-то законодательные преференции для тех владельцев, которые будут этим заниматься. Потому что когда уже одно дело им там объясняешь, а другое дело, когда говоришь, насколько это все-таки выгодно, все это бизнес есть бизнес, это тоже очень важно. У нас пока этого нет. Есть ли какие-то объекты, в вашем понимании, как эксперты, которые сейчас требуют особой заботы в Петербурге? Ну, на мой взгляд, вот сейчас требуют особой заботы именно мясокомбинат «Красное знамя», который нужно приспосабливать, это все понимают. Но вот как? Вот тут как раз должна сработать методика именно конкретно для этого объекта и методика, учитывающая особенности промышленного наследия. Вот если удастся это воплотить и сохранить, и наиболее ценно, и приспособить в новых, по-новым назначениям, это было бы очень радостно. В ближайшее время в ноябре в Петербурге вновь пройдет культурный форум. В моем понимании, это крайне нужная и крайне важная площадка, в первую очередь, для коммуникации, выстраивания каких-то решений и принятия тем более решений. Я знаю, что вы будете принимать участие в дискуссии «Индустриальное наследие, ценность и развитие». О чем пойдет разговор? Ну вот, наверное, о том, о чем мы с вами говорим. О том, что необходимо объединить усилия специалистов. О том, что необходимо создавать такую общую базу данных по всем городам, провести инвентаризацию. Потому что эксперты есть во всех, во многих городах, где есть индустриальное наследие, но необходима их консолидация, объединение. И самое главное, необходим выход на инвесторов, которые все-таки, помимо того, что они должны осознать, объяснить, для этого нужны публикации, периодической печати больше, вот в СМИ озвучивать это все. И законодательные какие-то такие решения, которые от нас не зависят, но мы хотим вот какую-то предложить, рекомендации в этом плане, для того, чтобы заинтересовывать владельцев, чтобы они могли как-то с большим воодушевлением заниматься такими объектами. Но это очень важно, потому что это во всем мире происходит. И вот мы хотим как раз на этом форуме заключить такое соглашение, еще пока о намерениях с Международным комитетом, ТИККИ, который при ЮНЕСКО существует, Комитет по охране всемирного наследия. Мы были, Россия была в нем, в 1994 году, по-моему, вступила, потом как-то это все так сошло на нет. Да, теперь нужно это возрождать, нужно активизировать эту деятельность. Ну и кроме того, у нас вот в ЭКОМОСе существует научный комитет по промышленному наследию. Мы тоже это и в международном плане стараемся налаживать связи. То есть активизировать работу. И хочу сказать, что вот я каждый раз говорю на всех выступлениях, пока никакого резонанса нет. Но мне хотелось бы опять сказать, что вот в инспекции охраны памятников должен быть отдел промышленной архитектуры. Только в Петербурге или вообще в России? Я не знаю. Я хочу сказать, что в Петербурге это было связано с новыми нашими веяниями в начале 90-х, когда все стало в частную собственность. И тогда был организован этот отдел. И в результате нам удалось провести почти, ну за исключением некоторых, конечно, упущений, но мы прошли тотально весь город, списки, составили эти списки. Они были... То есть некая такая культурная инвентаризация. Она, да. И постановка были выявлены объекты культурного наследия. Именно вот благодаря работе охраны этого промышленного отдела в охране. И тут должны быть специалисты, которые учитывают вот эту специфику, которые умеют работать с владельцами, фабриками. Как-то, вы понимаете, это совершенно вот такая серьезная, отдельная должна быть секция какая-то. Сектор пусть, отдел. Ну, к сожалению, вот его расформировали в 2005 году. Ну и плохо. И получается, что вот эти объекты раздаются разным специальностям, прекрасным специальностям. Но у них много другого. У них церкви, дворцы, особняки. И они все под одну линейку. А надо решать это именно экспертам и с учетом методики. Которые обладают именно компетенциями. Да, и компетенции, и конструкции, и оборудование, и все вместе. Я хочу это сказать, призвать наши власти к тому, что все-таки включить это отдельной вот такой строкой в нашу уважаемую инспекцию. Тогда как раз вопрос в заключении нашего с вами разговора. А есть ли люди, есть ли молодежь, которая интересуется этим, и которая в обозримом будущем может стать экспертом как раз именно в области индустриального? Да, есть. Есть молодежь. Во-первых, во всех, и в Институте Репина, и в ГАСУ, СПБ ГАСУ, есть такие дипломы. Молодежь очень интересуется дипломами по перепрофилированию объектов. Вот кронштадтские форты, фарты, вот фабрики, вот газгольдеры. Масса таких дипломных работ. Они сами дипломы выбирают эти темы, значит, это им интересно. Во-вторых, у нас вот в обществе охраны памятников много есть молодежи, которая с удовольствием бы действительно занялась. Развивалась в этом. Тот же научный комитет при КАМОС, там тоже молодежь. Потом воспитанные мною аспиранты, в которых были темы. То есть в целом, в отличие от других направлений, у меня разные гости бывают, многие говорят, что в вопросах сохранения культуры молодежь не очень охотно идет. Нет, я не могу этого сказать. Здесь есть такая база человеческого ресурса. Есть даже такие увлеченные, которые наоборот там говорят, давайте будем вот так, понимаете? То есть, ну я уже в таком возрасте, мне уже тяжело, но я с удовольствием бы там помогала. Я говорю, пожалуйста, но тут нужно именно молодежные какие-то усилия, а народ интересуется этим. И спрашивают, когда же вы книгу перевыпустите? Я говорю, ну вот как-то все не хватает или надо сделать. Спасибо вам и за сегодняшний разговор, и за деятельность, потому что в моем понимании, конечно, объектам индустриального наследия надо оказывать гораздо больше внимания. Слишком у нас все на дворцах заморочены, а вокзалы, не знаю, там и заводы, к сожалению, забывают. Ну и спасибо вам за вашу пользу. Да, спасибо вам. Хочу еще добавить, что когда был Международный конгресс архитекторов у нас, вот несколько лет назад, и их возили, предлагали им разные экскурсии, и они говорят, ну мы знаем прекрасно Петербург, все эти памятники, все отвезите нас на красный гвоздильщик, на башню Черняхова, понимаете? Это показатель. Это говорит в интересе международного сообщества архитекторов. Так что... Будем верить. Спасибо еще раз. Спасибо. Сегодня в студии «Город плюс» была Маргарита Штиглиц, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Субтитры подогнал «Симон»